В меньшей степени накрыл те листа, в которых оборудование лесопильное стояло, но, конечно, практически используют дальнейшие невозможности. Власти Приморского края окажут поддержку сгоревшему предприятию в Лисозаводске. Глава региона Олег Кожемяка побывал на месте пожара и рассказал о разработанном комплексе мер поддержки для комбината. Мы с руководством переговорились, и не увлекалось, чем мы говорили на предмет, какие меры поддержки мы должны в первую очередь. Конечно, он просил о снижении долога на прибыль, чтобы направлять эти денежные средства непосредственно на закупку нового оборудования. Это наши возможности, связанные, если он возьмет кредит под приобретение этого оборудования, субсидирование кредитной ставки. Мы посмотрим по лизинговым платежам, если они будут обращаться в лизинг по приобретению лесозаготовительной техники, лесообрабатывающей техники, и пойдем на это. Сила пожара была такая, что разрушились бетонные перекрытия, а толстая арматура оплавилась и деформировалась. Пламя охватило огромную площадь предприятия, а около 300 человек лишились работы. Здесь побывают наши специалисты из Министерства труда и социальной защиты по непосредственно трудоустройству людей, по тем возможностям, которые сегодня есть правительство Приморского края. Мы также поможем непосредственно и с инфраструктурой этому предприятию. Ну и посмотрим, что можно сделать в части, в том числе, лесостроительных участков, которые нужны для того, чтобы на соседнем предприятии не выпускается шпон, увеличить объем, и часть людей трудоустроить туда. Несмотря на то, что пожар нанес производству огромный ущерб, комбинат прямо сейчас готовит к отправке в зону СВО 8 вагонов пиломатериалов. Яна Коган, Новости на Восьмом.